ТРИ ЧЕРНОЕ ПРИНЦЕССЫ ПОРАВНО 30. Город Остидзи был врагами сажден, и они не хотели снять с города осады, а требовали сначала с него шестьсот талеров откопу. Вот и было объявлено, что кто эти деньги доставить может, тот сразу будет в бургоместра избран. И был там бедный рыбак, рыбачил он на море с сыном, но пришел неприятель и взял сына его в плен, а отцу в вознаграждение дал шестьсот талеров. Вот и пошел рыбак и отдал эти деньги господам в городе, и неприятель снял осаду, а рыбак попал в бургоместры. Тогда же и было объявлено, кто не скажет, обращаясь к нему, господин бургоместра, того следует присудить к веселице. Сын между тем успел от неприятеля бежать и пришел в большом лесу к высокой горе. Гора та вскрылась, и попал сына рыбака в большой волшебный замок, в котором стулья, и столы, и лавки были покрыты черной материей. Пришли к нему три принцессы, и одеты в черное, и лицом чернехоньки. Они сказали ему, не бойся нас, мы тебе никакого зла не сделаем, а ты нас избавить от чар можешь. На это он отвечал, что и рад бы их избавить, да не знают, как за это приняться. Тогда сказали они, что он целый год не должен с ними говорить и не должен на них смотреть, а если что ему нужно, то должен он теперь же сказать, пока они отвечать ему могут, и они его желания исполнят. 1Он сказал, что желал бы к отцу сходить, и они сказали ему, что он сходить может, и пусть возьмет с собой утугонабитый кошелек, 9и платье наденет хорошее, через восемь дней должен опять сюда же вернуться. 1Тут его подхватила какая-то сила, и очутился он в родном городе Остинде. 9Не мог он отыскать своего отца в его рыбачьей хижине и стал у людей спрашивать, куда бедный рыбак девался, а ему отвечали, 9чтобы он так его не называл, а не то попадет на виселицу. 9Тогда пришел он к отцу своему и говорит, рыбак, куда это ты забрался? 9И отец его тоже говорит, не говори так, не то услышат господа городские, и угодишь ты прямо на виселицу. 9Но он и верить не хотел, что за это его могут повесить. 9Когда же пришлось ему за свои слова расплачиваться, то он сказал, господа честные, дозвольте мне только сходить взглянуть на старую рыбачью хижину. 9Там надел он свое старое платье, опять вернулся и сказал, извольте взглянуть, разве я не сын бедного рыбака? 9В этом самом платье я отцу с матерью хлеб зарабатывал. 9Тогда они его узнали и выпросили ему помилование, и взяли к себе домой, и тут рассказал он им все, что с ним случилось, 9как он пришел в лесу к высокой горе, и как гора вскрылась, и как он попал в заколдованный замок, где все было обтянуто черным, 9и как вышли к нему три принцессы, одетые в черное и лицом черные, как они ему сказали, чтобы он их не боялся, потому он их избавить от чар может. 9На это сказала ему мать, тут, может быть, что-нибудь дурное кроется, возьми с собой освещенную свечку да капни им растопленным воском на лицо. 9Вот и пошел он назад, и порядочно трусил, да как капнул им на лицо воском во время их сна, так они тотчас наполовину побелели. 9Да как вскочат все три, как крикнут, «Проклятая собака!» 9Наша кровь должна пасть на твою голову! 9Теперь нет на свете человека, который бы нас избавить мог! 9Но есть у нас три брата, на семи цепях прикованные, те тебя растерзают! 9И поднялся во всем замке крик да вобль, и Рыбаков сын еле успел из окна выскочить, даже и ногу при этом сломал, 9а замок сквозь землю провалился, гора захлопнулась, и никто указать не мог, где он был. 10ПЛ